В эфире Первого Карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте! Сегодня в программе. Женщина бережно создает домашний уют и спокойствие. Поддерживайте нас, мужчин, сказал Акимобласти на торжественном приеме. 108-летняя бабушка Акыл поздравила карагандинок с праздником. В Карагандинском областном драматическом театре имени Сакена Сейфулина премьера. В преддверии весеннего праздника состоялась встреча Акимобласти Нурмухамбета Абдебекова с женской общественностью области. Глава региона вручил многодетным матерям государственные награды Алтыналка и Кумюсалка. После чего выразил слова благодарности и искренние пожелания лучшей половине человечества. На торжественную встречу были приглашены члены областной и региональных комиссий по делам женщин и семейно-демографической политики, ветераны войны и труда, представители промышленного и сельскохозяйственного сектора, неправительственных организаций, педагоги, спортсмены, врачи и предприниматели. Женщины обменялись мнениями, говорили о ее роли в становлении независимого Казахстана. Политриники больницы оснащаются сейчас самым современным оборудованием. Строятся новые больницы, политриники, семейно-моративные амбулатории. Государство не жалеет средств для того, чтобы обучать врачей в самых престижных центральных центрах мира. Ежегодно увеличивается заработная плата медицинских работников. Это делает престижной, перспективной работа медицинских работников и привлекает новые молодые кадры. Все это, уважаемые, милые женщины, достигнуто благодаря умной и взвешенной политике нашего веков-босы, ведера нации Насултана Алищина Назарбаева. После слов благодарности Сани Барманкуловой, ветеран образования Турхай Акпанбаева, рассказала о женском труде на селе, о новых возможностях развития, которые государство предоставляет фермам. Еще много женщин говорили о достижениях нашего государства. Пусть кружится голова от внимания и комплиментов мужчин. Пусть исполняются желания, надежды и мечты. И пусть ваши близкие радуют вас каждый день своей нежностью, вниманием, заботой и любовью. Вот такие пожелания. В завершении мероприятия Нурмухамбет Абдибеков вручил почетные грамоты и благодарственные письма наиболее отличившимся представительницам прекрасной половины Карагандинской области. Асель Сазанбаев и Сломбекоспан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Глава региона поздравил жительниц Карагандинской области с Международным женским днем. Аким Нурмухамбет Абдибеков выразил благодарность женщинам-ветеранам, которые наравне с мужчинами отстояли свободу и независимость Родины в годы суровых военных испытаний. Я преклоняюсь перед женщинами-ветеранами, которые поднимали страну, воспитывали детей и внуков и отстаивали свободу и независимость Родины, подчеркнул в своей праздничной речи Нурмухамбет Абдибеков. На промышленных предприятиях работают более 150 тысяч женщин, 44 тысячи трудятся в сфере образования, 25 тысяч – в здравоохранении. Кроме того, отметил глава региона, представительницы слабого пола добиваются успехов и на государственной службе. Сейчас их около 4 тысяч. Жительницы Карагандинской области увлеченно занимаются общественной деятельностью, привнося в нее гражданственность, обеспокоенность судьбой страны и своей малой Родины. Без их участия уже невозможно проставить деловую жизнь в наших регионах. Мы отдаем должное перечисленным профессиональным успехам. В честь женщин прозвучал праздничный концерт. В числе почетных гостей была и руководитель еврейской общественной организации Белла Каменецкая. Она более 30 лет проработала в Национальном центре гигиены труда и профзаболеваний. Символично, что эта весна началась с Дня Благодарности, что тут же за ним 8 марта. Хочу, чтобы вся наша жизнь была преисполнена мира и согласия, добра и благодарности, чтобы мы жили в спокойной, процветающей стране. Для гостей играл оркестр казахских народных инструментов. Артисты дарили незабываемые мелодии. Айя Мамрина, Жаксулак-Нуртай, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. Первый заместитель Акима области Асулбек Дюсибаев провел областное селекторное совещание, посвященное дополнительным антикризисным мерам. О том, что обсуждалось и какие решения были приняты, в следующем сюжете. В областном Акимате прошло очередное заседание по легализации. В его работе приняли участие руководители областных управлений Акимы городов и районов. Совещание проходило в режиме видеоселектора. На прошлой неделе был утвержден республиканский бюджет. В рамках данного бюджета карагандинскому региону выделены дополнительные средства. Первое – это в рамках занятости. По программе «Дорожная карта занятости» по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе по поддержке сельского хозяйства, по инфраструктурным проектам, на развитие инженерных коммуникаций и строительства жилья. В феврале текущего года главой государства принято решение о выделении средств на дополнительные антикризисные меры по следующим направлениям. Повышение эффективности денежно-кредитной политики и поддержание финансовой стабильности. Расширение мер по поддержке экономики в рамках госпрограммы «Нурлыжол». Поддержка малого и среднего бизнеса и базовых отраслей экономики. Поддержание деловой активности и занятости населения. Как отметил глава государства, выделение значительных средств на поддержание отечественной экономики в кризисное время стало возможным благодаря своевременному созданию национального фонда, реформам пенсионной системы и экономики в целом, а также к переходу к свободно-плавающему курсу тенге. Все меры, предусмотренные антикризисным планом, направлены на обеспечение устойчивой занятости. При уточнении республиканского бюджета Карагандинской области на дополнительные антикризисные меры выделены целевые трансферты и кредиты в сумме 21,095,879,000 тенге. В рамках реализации государственных и правительственных программ предусмотрена поддержка деловой активности и занятости населения. В 2016 году в ходе реализации комплексного плана содействия занятости населения планируется охватить 39,559 человек. В рамках реализации программы развития Карагандинской области на решение проблем занятости населения из городских и районов бюджетов выделено всего 489,5 миллиона тенге. В целях антикризисных мер правительством Республики Казахстан актуализирована программа «Дорожная карта занятости-2020». Так всего на 2016 год на мероприятие «Дорожная карта занятости» выделено 6,4 млрд тенге. Из них в рамках актуализации данной программы выделено дополнительное финансирование вторым траншем 3,406 млрд тенге. В результате дополнительного финансирования в «Дорожную карту» вошли такие антикризисные меры, как решение проблем занятости населения за счет финансирования инфраструктурных проектов первого направления программы. Из-за туганского бюджета выделено первое направление «Обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства 2,2 млрд тенге» с созданием 2062 рабочих мест. Из них трудоустроено будет 1046 участников программы. По итогам совещания были даны соответствующие поручения по соблюдению сроков проведения конкурсных процедур государственных закупок и обеспечения качественного проведения ремонтно-строительных работ. Екатерина Афанасьева, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Впереди короткая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. 8 марта пять сотрудниц правоохранительных органов получили нагрудные знаки ШКСТЕР Органдарным СДГ 2-й степени. Две грамоты МВД Республики Казахстан и еще пять благодарственные письма МВД и искренние поздравления своих коллег. В канун празднования Международного женского дня мужчины Департамента внутренних дел Карагандинской области поздравили своих коллег. Первым пожеланием высказал начальник ДВД Карагандинской области Мергенбай Жапаров. Милые женщины, выражаю вам огромную благодарность за ваш вклад не только на профессиональное поприще, но и общественную жизнь ДВД целом. Наравне с мужчинами они выполняют задачи по практике преступности, расследуют сложные уголовные дела, раскрывают преступления, проводят криминалистические исследования, обеспечатают охрану общественным порядком и другие важные полицейские функции. После поздравления главный полицейский области наградил наиболее отличившихся представителей из прекрасной половины личного состава. Также приказом начальника ДВД Карагандинской области за достигнутые успехи в служебной деятельности и в честь празднования Международного женского дня более 400 сотрудниц ОВД области награждены денежной премией. Для своих коллег мужчины приготовили необычный подарок. Они провели конкурс. В ходе этого конкурса я считаю, что все наши конкурсанты раскрыли многие свои черты характера, такие как научились танцевать, творчество, научились готовить, научились говорить на сцене. Я считаю, что это очень полезно для казахстанского офицера, который должен быть разнообразен, разносторонен, а не только носить погоны. Участники пели, танцевали и провели театрализированное шоу. Оценивали выступления женщины-руководители служб ДВД Карагандинской области. В завершении всех ждал праздничный концерт. Также на сцене выступили ребята из кадетской школы и творческие коллективы ДВД Карагандинской области. Лариса Хусынова, Исламбек Успан, Арман Иртаев, Первый Карагандинский. Жительнице Караганды Акл Жиксембаевой 108 лет. Весенний праздничный день пенсионерка была в окружении детей и внуков. Поздравила долгожительницу с 8 марта и наша съемочная группа. Акл Жиксембаева начала трудовую деятельность в селе Женес, жена Аркинского района. Знакомые называли ее трудоголиком, ведь бабушка Акл бралась за любую работу. В 1956 году принимала участие в выставке достижения народного хозяйства, что проходила в Москве, заняла призовое место. На протяжении 19 лет получала доверие односельчан, избиралась депутатом сельского совета. Я работала всю жизнь, не покладая рук. Надо было как-то растить и воспитывать детей. Было трудное время. Сейчас я благодарна своим внукам, что обеспечивают мне беззаботную старость. Я очень горжусь своими детьми и внуками. Также очень рада за своих правнуков. Акл Жексимбаева со своим мужем Кудайбергеном вырастили четырех замечательных детей. На пенсию женщина вышла в родном селе, но даже после этого продолжала работать. Похоронила мужа и единственного сына. Конечно, здоровье подорвало. Бабушку забрал внук Кайрат и невестка Гольшат. Они окружили ее теплом и вниманием. Сейчас долгожительница больше всего любит вышивать и петь. В январе 2016 года Акл Жексимбаева отметил 108-й день рождения. Бабушка поздравила всех с праздником весны и сказала слова на путстве. Женщина в первую очередь должна оставаться женщиной. Такое заявление сделали прекрасные дамы Караганды. В честь Международного женского дня заслуженных представительниц разных профессий поздравили во Дворце культуры горняков. Они поделились секретами успешной карьеры и семейного счастья. Милых дам поздравили малыши. Песня «Мама» растрогала участниц встречи. Чествование женщин проходило в формате ток-шоу. Свободный микрофон переходил из рук в руки. Дамы делились жизненным опытом. Врач-онкохирург Найля Кобильдина работает в медицине не первый год. Она – доцент кафедры онкологии в медицинском университете. Секретом своего успеха она называет любовь. Есть один рецепт. Надо все делать с любовью. С любовью ходить на работу, с любовью возвращаться, с любовью работать и также вечером отдавать всю свою нежность, тепло семье, мужу, детям. Организаторы мероприятия рассказывают о необходимости проведения таких встреч. Именно личный пример выдающихся женщин способен повлиять на воспитание подрастающего поколения. Поздравляю всех женщин с весенним праздником. Желаю счастья, успехов и семейного благополучия. Женщины играют главные роли в нашем обществе. Они отлично совмещают и работу, и семью. Хотим, чтобы молодёжь брала пример с наших сегодняшних прекрасных дам. Героинь вечера поддерживали близкие. Зрительный зал был заполнен родственниками. Каждый из них пришёл поздравить именно свою королеву. Аймам Ренаж Аксалак Нуртай Арман Нартаев Первый Карагандинский В нашей области работает телефон горячей линии по вопросам женского здоровья. В целях экономии времени, пациентов и информированности населения на любые вопросы по женскому здоровью отвечают специалисты. Что интересует и беспокоит женщин Карагандинской области, узнавала Лариса Хусаинова. Лариса Хусаинова Консультации проводят опытные акушеры-гинекологи и врачи высшей категории. По их словам, многим нужна консультация по вопросу прерывания беременности. В какие сроки можно сделать прерывание? Какое обследование необходимо пройти? Какой самый безопасный метод прерывания беременности? Медикаментозный или оперативный? Ответы на все вопросы абоненты получают сразу. Звонки самые разнообразные. По вопросам контрацепции. Какой метод контрацепции выбрать после родов? Какой метод контрацепции выбрать после прерывания? Какой метод более надежный? Какой из них более безопасный? Часто задают вопросы о том, когда встать на учет по беременности. Какие обследования нужно проходить? Что такое генетический скрининг? И как часто можно делать УЗИ? Горячая линия создана для повышения культуры населения по различным аспектам здорового образа жизни, сохранения репродуктивного здоровья женщин и профилактики абортов. Главная задача областного телефона горячей линии – снижение и недопущение материнской и младенческой смерти. Горячая линия открыта на базе городской больницы номер один по рекомендации Управления здравоохранения Карагандинской области. Звонки поступают уже с ноября 2015 года. За это время проконсультировалось более 600 человек. Телефон горячей линии – 46-21-01. Лариса Хусейнова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Премьера спектакля «УМР» состоялась в Карагандинском областном драматическом театре имени Сакена Сифулина. Постановка затронула злободневную проблему общества – бесплодие. Молодая супружеская пара не справляется с этой трагической ситуацией и разводится. Актеры пытаются заставить молодежь задуматься о семейных ценностях. Ежегодная спартакяда прошла на базе Карагандинского государственного университета имени Евнея Букетова. Студенты из девяти вузов области соревновались по 11 видам спорта. Это футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, многоборье и другие. В общекомандном зачете лидируют студенты каргу. Спартакяда проводится по 11 видам спорта. Ежегодно проводилось по 13 видам. Из-за погодных условий отменили лыжные гонки и конькобежный спорт. Отрадно, что 9 раз победителями становились студенты нашего вуза. Ну и надеемся в этом году тоже. Александр Бородин занимается спортом более 8 лет. В областной спорта Киадзе по футболу участвуют четвертый год подряд. За это время они ни разу не проиграли. Каргу всегда принципиально соперник считается копер. Вот с ними вышли и на игру, соответственно, на всю силу готовились, чтобы их переиграть. Все спортсмены были настроены на победу, но в первом тайме никому не удалось забить гол. Во втором команда Каргу разыгралась не на шутку. За короткое время несколько голов в ворота соперников. Главный судья отметил три самых спортивных вуза. Это Каргу, Кео, Каспотребсоюза и Булашак. Почти по всем видам спорта в финал выходят именно эти команды. В финале областной спорта Киадзе по мини-футболу третье место занял Карагандинский государственный медицинский университет. Второе место заняла команда Кео Каспотребсоюза. И на первом месте вновь оказались спортсмены Каргу. Игра закончилась со счетом 6-1. Областная спорта Киада уже стала любимым мероприятием спортивных студентов. Победители получили грамоты и медали. В завершении выпуска еще об одном. Завтра в Майкудуке отключат холодную воду. Сотрудники компании Караганды-Су будут производить ремонт на восстановительные работы на водопроводных сетях с последующей дезинфекцией. В связи с этим прекратится подача питьевой воды на весь день. Потребителям советуем запастись питьевой водой на двое суток. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok